Бюджет получился довольно объёмным, ведь в нём развернуты все расходы на 2011-2013 годы. Особенностью этого бюджета является то, что мы вернулись к формату так называемой скользящей трёхлетки. На 2010-й кризисный год этот формат был отменён. Примечательно, что нынешний бюджет получился сбалансированный. Доходная часть приравнена к расходной. Кстати, в этом проекте бюджета прописано 10-процентное увеличение зарплаты, которое произойдёт не в начале января, как было запланировано, а месяцем раньше. Макроэкономические показатели позволили нам сформировать объём бюджета в объёме 21,7 млрд. рублей. Это больше предыдущего на 2,1 млрд. в том числе 1,6 млрд. это за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов. Объём финпомощи увеличился на 500 млн. рублей. Прослеживается снижение дотационности нашего бюджета с 24% в этом году до 16,5% к 2013 году. Самое положительное, что мы на 2 млрд. увеличим доходную часть бюджета. Это здорово по отношению к прошлому году. Кроме того, я надеюсь, что в течение исполнения бюджета, а мы принимаем на 2011 год и планы в период 2012-2013 годов, я думаю, что мы ещё значительно увеличим доходную часть бюджета. Во-первых, это будут федеральные субсидии и субвенции. Кроме того, вы знаете, что мы в 2010 году увеличили свою доходную часть больше, чем на 1 млрд. рублей. Я надеюсь, что и в этом году произойдёт. В ближайшее время этот важный для региона документ будет рассмотрен во всех комитетах Думы. А уже 16 ноября состоятся депутатские слушания и принятие его в первом чтении. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События Брянск.